Это очень интересные инфекции, которые впервые были обнаружены у людей, которые ели людей, а также у обезьян, которые доедали остатки этой пищи. Прионные инфекции — это белки вторичной структуры и очень интересные организации, потому что без наличия ДНК они способны продуцировать инфекционные клетки. Проявляется это очень тяжёлыми заболеваниями, имеющие длительный период инкубации, до 30 лет, и носят семейный характер. Это сплангиоформная энцефалопатия или бешенство коров, по-простому, как это называется. Это сомногенные лихорадки и так далее. Так вот, прионные белки остаются именно под твёрдой мозговой оболочкой, поэтому обработка её действительно требует больше внимания. Совместно с университетом Пастера, Самарским институтом, был разработан метод обработки твёрдой мозговой оболочки специальным раствором. Называется он жавелевая вода. По сути, это гипохлорид, это хлорка, вот эта бытовая, которая при экспозиции порядка 20 минут полностью исключает попадание каких-либо инфекционных агентов и вот этих прионных белков, на которые не делается анализ при заборе материала. Второй этап, леофилизация. Что это такое? Это удаление свободной влаги путём нагревания, а связанной влаги путём сублимации. Она переходит сразу из твёрдого состояния в газообразное, минуя жидкое. Бывает два подхода к леофилизации. Это низкотемпературная, которая проводится при температуре до 60 градусов, и бывает высокотемпературная, которую мы не применяем, поэтому не буду про неё рассказывать. Суть в том, что вся свободная связанная влага, она улетает, и эти пучки коллагеновых волокон, они немножко подседают между собой. При этом, поскольку, по сути, это длинные капилляры, у них формируется так называемый капиллярный эффект. Это физическая химия, не знаю, проходили вы это когда-то или нет. Это отрицательное поверхностное натяжение или отрицательное разряжение. В общем, суть одна и та же физическая. Смысл в том, что первая свободная жидкая фаза, в которую вы поместите материал, будет им активно адсорбироваться, доставляя туда какие-то факторы. Так поэтому лучше, чтобы это была капиллярная кровь, потому что она содержит остатки детритной массы, разрушенные клетки, целый набор интерлекинов и ещё очень много соединений, стимулирующих клеточную гуморальную регенерацию. Поэтому мы занимаемся всегда регенерацией на клеточном и молекулярном уровне, а не только на уровне хирургических методик. И это очень важный момент. И этот материал позволяет нам действительно не мешать развиваться тем механизмам, которые в норме будут раскрываться и без нас, ну и где-то даже помогать. Про это есть ролик, но я не буду показывать. Там действительно мы кладём кубик материала, и вот он активно на протяжении буквально полутора минут поглощает эту кровь. Не только за счёт тробикулярной структуры, которая сохраняется, но и за счёт того, что он имеет разряжение. Смачивание твёрдой мозговой оболочки, поэтому, конечно же, лучше проводить тоже кровью. И вообще все материалы мы смачиваем кровью. Это же среда жизни. Она содержит кислород, который гемоглобин переносит, и всё, и так далее, всё это знаете. У меня очень мало времени, поэтому я не знаю, хочется как-то побольше просто рассказать только поэтому. Материал полностью замещается собственными тканями, как по учебнику, от 4 до 6 месяцев. И не замещается он только в одном случае. Если туда не проросли сосуды, то есть мы не думали о том, как сделать так, чтобы при наличии структур губчатых, равномерно воскулиризованных, или при их отсутствии, направлять эту регенерацию в направлении роста и образования новых сосудов, из которых в дальнейшем придут мезонхимальные клетки, которые превращаются в приостеобласт, остеобласт, остеоциты и так далее и тому подобное. Ну да, тут не происходит побочных реакций, продуктов замещения, потому что химические факторы и химические реакции не имеют места при производстве материала. Он чистится только физикой, стерилизует его быстрыми электронами. На сегодня это всё-таки метод самый совершенный, который даёт до 5 лет стерильности, упакованный материал в двойной стерильный пакет и в нестерильный, сохраняет действительно очень долго свои свойства. Биологическая активность. Да, материал имеет действительно собственную биологическую активность. Он виден организму, и организм на него реагирует только с позиции регенерации. Твёрдая мозговая оболочка, участвовавшая в исследовании, показала, что на материалы возникает стойкая нейтрофильная реакция. Клетки организма приходят распознавать, что это такое здесь оказалось. И затем, поскольку имеется сродство, и рецептор MHC-1 расположен на нейтрофилах, также реагирует на этот материал. Он не является чужеродным. Простой пример, почему ПРФ сохраняется максимум 21 день в дефекте. Можете сказать? Потому что сгусток, который образуется, создан искусственным путём и представляет собой уплотнение слоёв фибрина. С одной стороны же идёт протромбиновый ряд, участвуют эти 12 факторов, в том числе факторы хогемана. А с другой стороны идёт фибриновый ряд. И образование сгустка происходит ненатуральным путём. Поэтому воспринимается как пространственная структура, как чужеродная. И нейтрофилы, которые приходят с ней дружить, понимают, что тут что-то не то. А макрофаги её просто убивают вместе с нейтрофилами и остатками инфекционных агентов, ну и всего чего там и так далее. Да, фактор некрозоопухоли бета, который входит как основной компонент в состав всех фибриновых сгустков, обогащённый плазмой тромбоцитами и так далее, тоже является индуктором остеогенеза. Он создаёт вот этот пиковый, пустообразный, точечный импульс для стимулирования регенерации. Но он действует только 3 недели. Так вот, в отличие от него, деминерализованный порошок компактной кости сохраняет свою активность до 2 месяцев. А это срок опосредованного остеогенеза. Взаимодействие с... Ну то есть в чём тут смысл? Он не только стимулирует переваскулярные клетки сонной артерии, которые очень быстро приходят в дальнейшем в черепно-челюстно-лицевую область, и образует мизанхимальные клетки. Такие красивые пупырчатые фиолетовые клеточки. Сейчас я вам их покажу. Вот такие. Которые в дальнейшем дифференцируются в приостеобласты, остеобласты и остеоциты. Так вот, деминерализованный порошок за счёт морфогенетических белков не только вызывает миграцию этих клеток, но и индуцирует дифференцировку мизанхимальных клеток в остеобласты при наличии сосудистого питания. Хэм и Гордон в 1931 году доказали, что единственное, что влияет на то, образуется там костная ткань или хрящевая, это парациальное давление кислорода, то есть фактическое наличие сосудов. Этой теме посвящён просто отдельный курс, он есть записанный, но весь его я вам сейчас, конечно же, не перескажу. Поэтому, наверное, поэтому наряду с кондуктивностью материал обладает выраженной выраженной остеоиндуктивностью, поскольку костная линия является преимущественной. И в любых структурах, в любой полости в строме, при наличии сосудистого питания, в первую очередь, будут образовываться клетки костной линии. Это очень интересно. Хотя из одних и тех же клеток образуется и хрящ, и кость, и сосуды, и кровяные клетки тоже. Да, материал сохраняет собственное влияние на клеточные гуморальные механизмы иммунитета. Всё равно мы взаимодействуем с иммунной системой, но не перегружаем её. Иммуномодуляция — это очень интересное направление. Я считаю, что нельзя пить вообще никакие иммуномодуляторы. Потому что даже при наличии иммунограммы мы не до конца понимаем, какие именно механизмы иммунитета мы задействуем. Классификация джина — это классификация аллергических реакций, невзля включает в себя такой вид, как аутоиммунные реакции. Так вот, они возможны даже при низкомолекулярных соединениях. Хотя очень долго считалось, что низкомолекулярные молекулы не образуют аллергических реакций. Потому что они не взаимодействуют с рецепторами. Так вот, они могут образовать хелатные комплексы, в том числе с белками, которые вызывают эти реакции. И при персистенции, то есть нахождении в сосудистом русле, также могут идти по пути образования аллергических реакций. В отличие от всего, я надеюсь, что вы будете, если вы не знали, знать, или как-то в очередной раз для себя подчеркнёте, материал нечеловеческого происхождения, в том числе синтетика, не может обладать индукцией остеогенеза. И вообще никакой индукции. Потому что он пространственный, не садится на рецепторы, которые будут ответственны за реализацию этих механизмов. И в антиген презентирующей клетки, все, которые являются, они не активируют этот путь регенерации. Они не обладают кондуктивностью. За счёт чего он может обладать кондуктивностью? На самом деле, это неправильный перевод. Я столкнулся с двумя словами, которые очень на слуху и продвигаются действительно очень известными компаниями. это ремоделировка и остеоинтеграция. Это не так важно, как это называется. Я познакомился с термином остеоинтеграции в 2008 году, когда работал в очень известной компании, продающей имплантаты, предлагающей как мировой лидер, как они себя называют и так далее. Так вот, это неправильный перевод с шведского на английский, а затем на русский. Потому что Пер-Ингвор Бреннемарк, в чём суть его исследования? Он ломал крупные кости кроликов и затем проводил им остеосинтез металлическими пластинками, которые, как он наблюдал, срастались с костью. Все вы хорошо знаете, что крупные кости, ну и как и мелкие, все остальные, покрыты надкосницей. Так вот, они просто обрастали надкосницей со всех сторон. Поэтому их было очень трудно удалить, даже после выкручивания винтов. А неправильный перевод немножко поменял это в лучшую сторону вроде бы. И назвал это остеоинтеграция. Так это что, диффузия кости в металл имплантата? Как вот, ну, то есть, да, все об этом же говорят. Мне вот очень интересно обсуждать на эту тему, потому что, вот как это люди понимают? Это как и вот кондукция. Тут есть просто близкий смысл. Совсем другой, если он пластинами это всё собирал, там же образуется костная мозг. Почему об этом никто не говорит? Переломы. Ну, он ломал отростки, и, как Елизаров, так же оставались обломки, не контактирующие напрямую. А пластинка обрастала надкосницей, по периметру просто. Видите, вы думаете, как дистанция у нас только? Да. А у нас кролики молодые люди или взрослые? Ну, мы можем взять первоисточник и почитать его. На швецка? Да. Например, на швецк. А ещё для вкусноса разная. Пластинка обрастает при остеосинтезе надкосницей? Вот я могу сказать, обрастает. У меня 4 пластики на руке, 3 пересадки неудачные из таза. Это была авария, доктор не нашёл кусок кости в операционном поле, потом трансплантата не хватило, там и так далее, в общем. Поэтому я знаю об этом. Продолжение следует...